всем привет ребята мы пришли в кафе пообедать и что еще и потом пойдем в парк погуляем на посидим на пока погодка позволяет да сегодня классная погода но мы правда поздно вышли сейчас половина но уже скоро три часа дня надеюсь что мы успеем пойти погулять посидеть а потом видно будет что еще вы не делать короче полям не камеру не сломал у меня здесь такая телефоновая вставочка и она порвана нет я честно это было еще до корпоратива это фигня появилась я только что обратила внимание только на беру не обращал меня нет я всегда проверяю камеру смотрю да там есть небольшой школы это когда я выходила из машины по моему здесь не помню меня наступал камера да но вот такой силиконовая и вот я сегодня оделась надела жакет своей бордовой платье теплой на платье не хотела сделать фотки надеюсь что все успею потому что солнце сейчас быстро садится и кстати мы пришли в итальянское кафе я это вам не говорю а мы заказали что-то из итальянской кухни есть такое кафе тихо и спокойно и есть окошко можно наблюдать за поварами как они готовят но я не буду их снимать наверное да в принципе ничего интересного не кафе нет принесли заказ прошло минут десять это полина паста как она называется это паста с грибами паста с грибами это цезарь обычный это не цезарь а не цезарь ну похож на стейк салат со стейком салат со стейком но выглядит как цезарь а это моя паста карбонара это турист у меня здесь загружается все приятного аппетита ребятки а 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 Мы уже во второй раз приезжаем в это место. Это какой-то новый парк вроде бы, да? Нет, это не новый парк, это уже старый парк. А, старый парк. Но мы здесь еще не были. Просто это экологический парк. Да, мы на той неделе здесь были. Поэтому это очень познавательное место для семьи с детьми. Ну и, видимо, все так решили, поэтому видите, что по народу. Там байна. Вспусти. Ага, так прикольно. Сразу, ну, погоди, вспоминается. Ну, не знаю, если здесь так много народу. Мы сегодня второй раз уже приехали, и опять такая фигня. Да, вот очередь стоит на парковку. Даже не найдем этот парковку. Это же вот все очереди на парковку. Не, поехали тогда, не будем время терять. Мы нашли местечко получше. Пойдем. Вот здесь. И там есть вагон. Специально его выставили. Цветочки есть. Ну, в общем, посмотрим. Лера там уснула, не хочет вставать. Лера. Пойдем. Да, пойдем, что купим, тогда кафе. Вот он, этот поезд. Это даже не вагон, а целый состав. Один, два. Два вагона. И, походу, это кафе. То есть, с левой стороны кафе, а с правой стороны это типа музей. Пойдем. Ну да, всякие безделушки, побрякушки выдают они. Магаз это. Да, это магазин, а там кафе. А здесь стекла. Лера, тоже такое, наверное, умеет делать, да? В школе делала. А вот здесь, кстати, настоящая станция метро находится. Вот, вот это. Прям вход вот здесь получается, да? Да. Вот такая красота на улице. Сейчас пойдем там пофоткаемся, да? Да. Что здесь? Все, что ли? Все. Я думаю, что-то интереснее будет. Так, теперь надо подумать, где сфоткаться. Можно вот здесь вот? Вот здесь? Или где? Ну, здесь еще люди стоят. Ну, а, кстати, поезд едет. Холодно, что ли? Сейчас папа куртку принесет. Как настроение? Скучно. Не получилось у нас сфоткаться на фоне поезда. Ну, во-первых, потому что много народу. А во-вторых, солнце как-то неудачно падает. То напротив солнца, в общем, то темно, то еще что-то. И не так уж красиво на фото, как смотрится вот этот поезд. Вот так вот на видео, и вообще в жизни очень даже красиво с цветочками. Ну, как-то не получается захватить и поезд, и цветочки, и чтобы и железная дорога была, и при этом, чтобы людей не было. Короче, ладно. Пофоткались возле цветочков, и я думаю, этого хватит. Нужно отобрать там. Вроде бы есть несколько удачных кадров. Идем, Лера. Лера уже пришла в себя потихоньку. Она всегда так, когда поспит, настроения нет, а потом нормально. А мы поедем в еще один парк. Другой. Ой. Там погуляем. Ну, не долго, наверное, да? А может быть и подольше, не знаю. Лера, как всегда, на своих роликах катается. Даша сюда решила взять. И вот такой парк. Очень красивый. И если вы можете заметить, то деревья потихоньку начинают желтеть. Ну, так, не сильно. Уже скоро октябрь закончится, а деревья все еще зеленые. Скоро уже начнется листопад. Я хотела вообще-то сегодня сфоткаться. Думала, что уже все. Но, как видите, деревья все еще зеленые. Какие заметили, что очень много коренных жителей ведут здоровый образ жизни. То есть они, несмотря на их возраст, они выходят вечером, делают пробежки. Или просто пешей прогулкой. Да, у них? Да. Плюс, я вот замечаю, они зарядку делают. Не ленятся, да? Да, вообще не ленятся. А по выходным они вообще любят, говорит, в этот поход в горы устраивать. Блин, даже мне тяжело в горы подниматься. Представляешь, Аня, как? Ну, там есть специальная реклама, кстати. Какая? Там вот так палку взяли и на горы поднимается. Реклама такая. Да-да-да. По-моему, летом здесь пруд был. Но я могу ошибаться. Хотя нет, было, да, озеро. Только всё заросло. А мне так нравится, так красиво. Вон там фонтан работает. Здесь вообще-то тоже фонтан. Но сейчас он не работает. И солнце уже садится. Потихонечку. А знаешь, что самое интересное? Ты всегда так начинаешь. Что? А знаешь, что самое интересное? Я раньше думал, что это у нас в городе только такой есть парк с озером. И на этом озере есть фонтан. Но не тут-то было. Во всех городах есть такие парки с озером. И везде есть фонтан. Почти везде есть фонтан. Так и называется, да? Хосукунвон. Да. Хосукунвон. Блин, у нас не во времени на самокатах. Вот я вижу, там едет самокат. И мам, повернись. Лера, теперь самокат хочется. Нужно будет ей купить. Но я не знаю, какой, правда? Нужно будет разбираться. Большой самокат! В смысле большой? Взрослый, что ли? Короче, она говорит, есть четырехколесный, есть трехколесный, есть двухколесный. Двухколесный для нее еще большой. А четырехколесный это для совсем маленьких детей. Поэтому она говорит, ей нужно купить трехколесный самокат. Ну, хорошо. Порзиночкой, чтобы светились колеса, да? Розовый, да? Розового цвета? Да. А может, черного? Мы сейчас идем прокатиться на велике. Тут Лера увидела, что кто-то... Ну, семья катается на велике. Прямо в таком большом. Коля говорит, наверное, ей показалось. А потом нет, увидели действительно, что семья катается. И решили спросить у них, где они взяли этот велик. И они сказали, нужно перейти мост. Вот этот, на который мы сейчас идем. По которому, да, идем. Значит, пройдем вот это все. И там будет, ну, будка там или что, я не знаю, которые сдают в аренду велосипеды. Посмотрим. Уже начинает темнеть, и обычно они работают до шести. Ну, так было в Инчоне, я не знаю, как здесь. Но думаю, что похожие правила. Если мы успеем, то прокатнемся. Прокатнемся, прокатимся. Да, блин. Где там писали? Нет такого слова прокатнуться. Ну, да, нет. Но есть такое понятие, как сленг. Как, не знаю, слова, которые ты сам придумал и используешь. Вот, кстати, мы нашли это. Как это называется? Базу сдачи. А, еще вот детские такие сдают. Ну, что, ты довольна, Лер? Какой выберем? Вот этот, наверное, да? Этот? А тут у меня упадет тапок. Нет, не упадет. Ты вон туда вперед сядешь. Ты вперед, мы назад. Все, мы сели. Мы катимся? Чего радуешься? Давай рули. Ну, мне неудобно, я же в платье. У меня есть платье, все поднимается. Может, надо будет рули? Ой, может, надо будет рули. Если бы я знала, я бы штаны надела. Наверное, нельзя. Почему? Ой, он сказал, одновременно, да, нужно крутить далее? Да, чтобы легче было. А, я думала, ты один будешь. Мальчик, уйди. Мальчик, уйди. Он идет? Давай-давай, крути. Ай, какой старый, он супер, не спер, он ничего не крутится. Как круто. Но немножко тяжело, да. Согласна. Ну, вот так круто. Вы посмотрите, какой вид красивый. Куда нам, туда? Налево? Ну, да, там, видишь, там дедушка с бабушкой. Мы так давно хотели прокатнуться на таком велике. У нас всегда был облом. Здесь нам еще скидочку сделали, да? Ты на час делал? Да, на час, он сказал изначально 20 тысяч, но я говорю, на час скидку сделаю, он говорит, а 15 тысяч, давай, ладно. Я говорю, ну, хорошо. Торгового отца можно узнать? Ну, знаешь, если не предлагаешь наличку, то есть возможность получить небольшую скидку. Так что имейте века. Ну, по крайней мере, спросить можно. Заспросить же в глаз не дадут. Сделать скидку, сделать, проканать, проканать, нет, нет. Мы все равно таки так возьмем, а если еще и скидку получить, то это вот, что-то приятный бонус, да? Да, оказывается, в общем-то наступает. Смотрите, вот есть уже кое-где покраснели, пожелтели. А мы не сфоткались. Ну, ладно, а еще на следующей неделе сфоткаемся. Вот такой велосипед. Он, по идее, три взрослых могут сесть сзади. Спереди двое детей можно посадить. Крутишь педали с двух сторон. Руль с левой стороны. Тормоз тоже с левой стороны. Там есть рычаг, его вниз тянешь, и он тормозит. Если честно говоря, я очень уже устал, потому что со стороны водителя педали крутятся очень тяжело. А так прикольная штучка. И совсем недорого. То есть полчаса стоит 10 тысяч, час 20 тысяч. Но мы договорились, что за час мы отдали 15 тысяч. Очень прикольная штучка. Еще едешь на этом велосипеде, и все прохожие обращают внимание. Такое ощущение, как будто ты на каком-нибудь там суперкаре едешь. А у Леры руля нету, у нее только пибикалка. Я сама пролила, если бы у меня был здесь руль. А сзади не было. Я была так. Вон, смотрите, это уже поступил пот. Спотела девочка. Наша девочка. А я спотела ни разу. Да потому что ты там ничего не крутишь. А тебе крутишь. Что, поехали? Прошло всего полчаса. Что мы еще полчаса будем делать-то? Так, послужим. Да. Не холодно и так. Вот, видите, я у нее спрашиваю на корейском. Тебе не холодно? И она мне отвечает на русском. Идем по какому-то мостику деревянному. И он вот так вот подсвечивается. Ну, красиво здесь, да? Здесь, как ты думаешь, лягушку, да, если нет? В следующий раз мы, наверное, не будем брать на час, да? Что-то слишком много. Тебе не кажется? В следующий раз мы возьмем другие. Да, кстати, там еще были другие. Там двухместные были. Мы можем взять с Колей. Но придется куда-то Леру девать. Либо же такой как-то байк, да, называется? Ну, типа трехколесного самоката, что ли. Да, да, такая штука там с ребенком можно кататься. Кстати, есть же одна хорошая новость, которую я здесь на канале еще не рассказывала. Зимой мы с Лерой едем в Россию, а Коля остается здесь, в Корее. И, кстати, наверняка будут вопросы, почему Коля с нами не поедет. Так что будет лучше, если он сам ответит на эти вопросы. Почему ты не поедешь? Во-первых, меня не отпустят на долгий срок с работы. То есть, ну, максимум это неделя, две недели. А за это время, я не знаю, я даже не успею там нормально отдохнуть. Это первое. И, во-вторых, я еще не соскучился по России настолько, чтобы как бы все бросить и ехать туда. Я ему говорю, давай поедем, говорю. Ну, тоже. Коля еще не был на Красной площади, хотя мы там жили почти год. И он такой, ну, я поеду, да, два дня там будет интересно что-то. Ехали. А дальше уже начнется рутина, как уже Ники говорит. Мы на велосипедах моих ездили. Мы на велосипедах ездили. Там у катались? Да, мы... А, нет, мы на таких не ездили. У Леры там был велосипед. Ну и вот, поэтому Коля решил не ехать. Тем более, мы едем на долгий срок, там полтора месяца. Думаю, ему действительно там нечего поддевать. И поэтому, пока вас не будет, я займусь саморазвитием, буду... Почитаю каких-нибудь книжек, плюс посмотрю новые фильмы. Я, кстати, давно уже фильм не смотрел. И просто отдохну, получу удовольствие от тишины. Лера говорит, не тратить деньги тоже. Так что не тратить деньги. А ты об этом не узнаешь. Мы уже дома. Сейчас будем ужинать. Что-то там раскидало коврик-то, а? Это папа. Папа? Угу. Сейчас мы будем ужинать. И еще нужно будет Лере сделать домашнее задание. Они в конце каждой недели должны нарисовать, чем занимались выходные. Например, сегодня мы катались на велике, и вот это нужно нарисовать. И не просто нарисовать, но еще и описать словами, предложениями. Вот так вот мы катались, там, в парке, было весело. Что-нибудь такое нужно там описать, придумать. Даже на русском мне это очень сложно сделать. На корейском тем более. Не, ну на русском, конечно, намного легче. И вот сейчас будем этим заниматься, да? Так что на этом я буду видео заканчивать. И если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok